Спуск на воду танкера для корабелов не просто техническая процедура, а зрелище увидеть, как сходит со стапелей Сормовской судоверфи. Такая громадина. Собрались сотни людей. Главное среди них те, кто в течение семи месяцев в цехах строил корабль. Это событие для завода. Праздник, трудовой праздник. Каждый танкер дается тяжело, как любое судно. Это труд сотен тысяч людей. Родился такой корабль. Это же прелесть. Видите, какой красивый. Танкер РСТ-27М кардинально отличается от своих предшественников. Необычная для танкера маневренность, грузоподъемность на 800 тонн больше, чем у предыдущих моделей. В шести танках есть возможность перевозить до трех сортов грузов одним рейсом нефть, нефтепродукты, а также вредные жидкие вещества. Там было сделано много технических решений, которые позволили оптимизировать конструкцию корпуса судна с тем, чтобы оно вело себя достаточно уверенно, поскольку пароход река-море плавания и, соответственно, в речных водах и выходя на каботажные перевозки в ближайших морских путях. Президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что завод «Красная Сормова» отличается еще и тем, что никогда не срывают сроки сдачи судов. Сейчас на предприятии строят пассажирский лайнер, который выйдет в навигацию в 2020 году и другие суда. Надо наращивать объемы, потому что малые. Надо минимум 15 кораблей строить, чтобы завод жил красиво. Поэтому сейчас работа появилась, заказчики появились с деньгами, лизинные деньги. И мы, конечно, заключили уже контракты на семь кораблей. На церемонию спуска танкера приехал глава региона Глеб Никитин. Сказал, ему приятно, что первые недели его работы знаменуются такими событиями. И обещал, приложит все силы для развития судостроения в Нижегородской области. Для предприятий отрасли планируется создать особую экономическую зону. Кластер, по сути, уже сложился. Нам нужно только создать условия для того, чтобы он расширялся и развивался, и появлялись новые предприятия. Естественно, что в целом программа развития УСК предполагает решение спроса как на готовую продукцию, так и на компоненты. Вопрос только, где будет размещаться соответствующая производство. Наша задача, чтобы, естественно, на Нижегородской земле. Заказчик судна РСТ-27М, компания БФ Танкер. Последние штрихи. Традиционное разбивание бутылки шампанского перед тем, как корабль покинет стапеля с завода. На испытания несколько недель. Нижегородский танкер отправится на юг России. Ксения Доринова, Василий Низов, Объективно, АНН-ТВ.